Для того, чтобы получше охладить ингредиенты, пекари идут на всякие ухищрения. Одно из них это охлаждение муки, желтков. И я вот использую шокер для того, чтобы охладить эти ингредиенты. Масло, закваска, у меня все в холодильнике, то есть все максимально холодное, даже мука. Все ингредиенты у нас максимально холодные. У нас холодная вода, у нас холодная закваска. Мы начинаем их добавлять в следующем порядке. Обычно я стараюсь все жидкости влить вниз, чтобы мука легче размешивалась. Ну, то есть вы сейчас-то сами увидите, это особенности тестозамешивания. Желтки мы добавляем не все, для того, чтобы тесто легче вымешивалось. Для того, чтобы было удобнее, я сразу беру и сухое молоко, добавляю в сыпучку. Молоко у нас 26%. Мука, в отличие от жира, добавляется вся, потому что именно ей предстоит вся эта нелегкая работа. Когда замес начался, нам нужно следить за тем, чтобы не было перегрева. Значит, в этом миксере одна скорость. Кнопка старт, как бы идентифицирует ее. Отжимаем блок, кнопку, которая блокирует. Она же стоп, она же экстренный стоп. Останавливаем машину, месим мы уже 7 минут. Тесто становится более резиновым. Когда оно становится более резиновым, я начинаю добавлять масло. Желки у меня пойдут потом, поэтому масло. Я вам советую, как бы лично моя рекомендация, не опускаться ниже чувства собственного достоинства. Использовать настоящее нормальное масло, 82%, которое не вредит здоровью человека. Масло мы добавляем в несколько приходов, для того, чтобы оно не слишком было тяжело тесту. Видите, мы постепенно разрабатываем клейковину и постепенно ее напрягаем. В этом тестомесе, при том, что он односкоростной, скоростной режим выбран усредненный, но в пользу второй скорости. Поэтому он немножко разбрасывает муку, как мы уже видели в начале замеса, но потом работает исправно. То есть, взяв машину на 220 вольт и на одну скорость, в принципе, вы можете сделать такие теста, как бриошь, как чиабатта. И что мы сейчас лишний раз доказываем, потому что паска, панеттоне, это бриошь. Так, теперь дальше. Масло уже тесто забрало. Вот так оно выглядит, смотрите, после того, как забрало масло. И начинаем добавлять теперь сюда оставшийся желток. Соль, очень важный ингредиент. Добавляем мы его в самом конце замеса, просто всыпаем и перемешиваем. Значит, дальше. Теперь изюм, помыли изюм, добавляем. Цукат апельсиновый, можно лимонный, допустим. Значит, это 20-литровый тестомес. Он включается в 220 вольт. И сейчас на нем мы, по сути, замесили 10 килограмм теста. Дальше, буквально несколько секунд, секунд 20 я вмешивал, потому что скорость все-таки довольно высокая. Обычно я вмешиваю на первой скорости ингредиенты. Можно дать тесту полежать в чаше еще минут 10-15. Дальше его можно выбрать оттуда, переложить в бокс и давать ему расстойку. Продолжение следует... Двигаемся дальше. Сейчас, когда тесто у нас уже подошло, можем его разделить и сделать ему плетформовку. Этот этап очень важен для того, чтобы клейковина формировалась в более цепкие нити и изделие ваше было повыше. Ремесленным подходом мы удлиняем процесс, но зато имеем потом на выходе хороший продукт. Изделий будет два. Одно изделие это будет Пандора. Второе изделие мы будем делать... Он будет называться Панетоны. И Пандора она у нас будет в форме, а Панетоны будет в другой форме и с другой помазкой. Панетоны 600 грамм, Пандора 500. Но на самом деле, если у вас есть форма, вам нужно ее откалибровать. Вы просто должны взять форму, купить ее. И когда вы захотите откалибровать эти формы, будете готовы. То сделайте в одну форму, например, 300 грамм, в другую 350, в третью 400. И потом посмотрите, которая из них подойдет лучше. Вам покажется, что она более гармонично смотрится в этой форме. Допустим, это 350. Вот как бы ваш вес, собственно, калибровка прошла успешно. Лично мы собираемся сделать в этом году в районе 300-400 пасочек. Это наш объем. Там посмотрим, как пойдут продажи. Во всяком случае, производство у нас небольшое. И мы можем быстро отреагировать, сделать объем больше. Либо наоборот остановиться, притормозить. Полуфабрикат называется помазка для панеттона. Для такого панеттона, которого пеку я, а это 600 грамм весом, площадь его соответствующая, то есть немаленькая, я использую 80 грамм вот такой помазки. Что она дает? Она дает более растресканный такой вид, немножко деревенский, слегка такой, чуть неряшливый, но в этом, собственно, и есть весь шарман. Помазку нужно просто соединить согласно указанным ингредиентам и перемешать. Миндальными хлопьями инкрустируем наши панеттоны. Если, допустим, хотеть, можно еще использовать жемчужный сахар. Он таким же и останется после выпечки. Продолжение следует... Зеркальной глазурью мы, растопив ее, украшиваем пасочки. Можно ее растопить в микроволновке, можно в печи. Главное, чтобы она не сгорела при умеренной температуре. Я вот грел в печке при 80 градусах. Она немножко остынет, желатинизируется, и сама помазка, она не будет растрескиваться, не будет сухой. Этот предпасхальный запек был спланирован нами и нашими партнерами компании «Новый проект». Акция благотворительная, что тоже очень приятно. Также, кроме компании-партнера, кроме нас, в этом всем участвовало еще оборудование. Вы могли все это видеть, вы могли вместе с нами прочувствовать темп, качество, скорость работы. Поэтому, если вы захотите для себя приобрести такие единицы, как тестомес боевые, такие единицы, как печь, то позвоните по номеру, который я указал в описании, и по промокоду Денис Сухови обращайтесь, вам сделают скидку. Всем спасибо, я надеюсь, что эта пасха принесет массу приятных ощущений тем, кто будет ее кушать, и также нам, тем, кто это все делает, тем, кто это все смотрит. Я очень надеюсь, что рецепт вам поможет в этой пасхе, либо в следующей. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите внятные, понятные комментарии. Если вам что-то непонятно, я с радостью на это отвечу. И давайте уважать труд других людей, свой труд. Всем здоровья, всем хорошего хлеба!